В аудитории проходит пара у третий курсников по направлению фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация. 26 курсантов. Среди них она. Милая, скромная, но уверенная в себе девушка Аня. Это, безусловно, очень приятный человек, с ней приятно общаться. И уровень ее подготовки и знаний очень высокий, даже выше многих парней. Прекрасно осваивает программу. 22-летняя курсант Краснодарского летного училища переехала в краевую столицу из Перми. И еще в детстве в ее душе зародилась любовь к небу. И теперь она всеми силами старается доказать каждому – девушка может стать военным летчиком. Аня, скажи, пожалуйста, а вот что для тебя полет? Ну, как таково, я еще не знаю, что для меня полет, так как я не испытала это. Меня ждет это в недалеком будущем, но я уже живу этим и жду каждый день свой первый полет. Я считаю, нам место в небе, и мы это докажем. Взлет, маневрирование, снижение скорости и, конечно, заход на посадку. Каждое действие при внештатных ситуациях отрабатывает на тренажерах-симуляторах. И выглядит это более чем правдоподобно. Включить часы секундомер. 110, 120, 130, 140. Молодцы. Попасть в кабину пилота сложно. Съемочной группе тем более. Но нам повезло, мы можем находиться здесь и наблюдать за подготовкой девушек-курсантов к полету. Пока только на виртуальных тренажерах, но в скором времени представительницы прекрасного пола поднимут боевые судна на установленную высоту. Они готовы выполнить это дело, но только поднять самолет. Больше стараются узнать куда-то. Они дотошны, будем так говорить, в достижении своей цели. Поэтому тут девочки лучше, чем мальчики. Учеба в заведении длится пять лет. Летная практика доступна с середины третьего курса. В то же время определяются и с выбором внешнего факультета. 16 девушек на потоке нацелены на довольно опасные направления. Штурмовая бомбардировочная, дальняя военно-транспортная и истребительная авиации. Летать – это очень красиво, очень завораживает, впечатляет. Пока эти юные леди в ожидании первого полета, пользователи сети вовсю комментируют вот это видео. На нем Александра Павлова, пилот-спортсмен, вице-президент Федерации самолетного спорта Краснодарского края. Но это сейчас. В эксклюзивном интервью нашей телекомпании Саша призналась, что ни одна из специальностей, полученной ею в жизни, не пригодилась. Кто бы мог подумать, что геолог и квалифицированный специалист по туризму захочет взмыть к облакам. Сначала в качестве бортпроводника, а потом и вовсе за штурвалом. Сколько себя помню, всегда привлекала гражданская авиация, белые большие птицы. Незабываемое чувство, когда перед тобой просто полоса, и ты один. Все, ты и самолет больше, никого нету. Ни инструктора сзади, никто не подсказывает. Ты сам на себя только надеешься. Мало кто из женского пола может стать летчиком. Это нужно иметь склад ума мужской. И характер мужской. Это очень жесткий отбор такой. И пусть говорят, что крылатая машина – техника, не прощающая ошибок. Но с такими уверенными в себе и решительными небесными ласточками не возникает сомнений. Они рождены, чтобы сказку сделать былью преодолеть пространство и простор. Милана Урусова, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова